В стране стартовали диалоговые площадки по обсуждению проекта закона о Всебелорусском Народном Собрании. Задача экспертов – объяснить юридические тонкости документа и ответить на вопросы белорусов. В этом году БНС приобрело конституционный статус. Теперь предстоит встроить его в государственную власть. Осенняя призывная кампания вышла на финишную прямую. Войска пополнят 10 тысяч молодых людей. Около 200 пройдут службу в резерве. Воинский долг в Беларуси – почетная обязанность и высшая честь для настоящих мужчин. Кому-то предстоит провести в армии полтора года, кому-то – шесть месяцев. В городе растет количество пациентов с COVID-19. В основном это люди старше 40. Боль в горле сейчас стала самым распространенным симптомом. А вот лихорадку или потерю обоняния, как это было в начале пандемии, сейчас отмечают реже всего. Первое и базовое правило – вакцинировать себя и своих детей. Бобруйский завод растительных масел осваивает азиатский рынок. Сейчас предприятие отгружает во Вьетнам на пробу по несколько контейнеров в месяц. Однако уже есть договоренности с февраля увеличить поставки до полутысячи тонн. Главная задача – опознакомить потребителя с белорусской маркой «Рафиния». На Гоголя пешеход попал под колеса автомобиля. Накануне вечером водитель Рено Логан не заметил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии его едва не переехала встречная машина. С травмами пострадавшего госпитализировали.